Зажигательными ритмами самбы на бразильских барабанах встречали гостей в Прилуках на празднике урожая. Играли вчетвером сразу на шести инструментах. Всегда рады научить самбе, играть на барабанах, на тамбрине, на кайше, на шейкере. Это очень весело, это очень здорово, ну это вечное лето просто. Не характерно для русской культуры, но колоритно, как и боевое искусство капоэйра. Мы называем это дорожка приключений, которая включает различные станции для выработки определенных навыков. К примеру, координационная дорожка, или кувырки, или удары, или передвижения. Натягивай, сильнее, сильнее, давай, насколько можешь. А это экскурс в историю стрельба из классических луков. Именно такими пользовались древние русичи. Поразить мишень с первого раза почти невозможно. В древности так добывали пищу, сражались с врагами. Сейчас люди могут ощутить на себе, каково это быть древним лучником, насколько надо быть сильным, выносливым. Гуляния в Прилуках, посвященные яблочному спасу, развернулись 19 августа прямо у монастырских стен. Мастер-классы, развлечения и забавы – это мирская сторона, а для православных это праздник, преображение Господня. Он приходится на конец августа, время созревания яблок, сбора урожая. Господь Иисус Христос со своими тремя учениками вошел на гору Фавор за 40 дней до своих крестных страданий. И на этой горе он преобразился. Человек призван к преображению своей души. И через преображение своей души преображается и тело человека. Соединить православную и земледельческую традиции в Прилуках – идея общественников и активистов местного ТОСа. Ее поддержали и городские власти, и духовенство, а также Центр по работе с населением. Проведение праздников в Монастырском саду уже стало такой доброй и хорошей традицией нашего микрорайона. С каждым разом праздник все насыщеннее, все больше, программа интереснее. Этот год не выдался таким яблочным, как прошлый, но ничего, в магазинах все есть. Угощения с яблоками достались всем. Они подавались как самостоятельное блюдо в сахарной глазури, ими начинялись пирожки. Оригинальный рецепт освоили на мастер-классе. Яблочные розочки приготовили из слоеного теста. Пласт раскатали, нарезали на полоски, каждую смазали медом. Сверху уложили подготовленные яблоки. Я чуть-чуть добавляла водички, просто водички, и ставила на три минуты в микроволновку. Если они немножко будут жестковаты, можно еще поставить на минуточку другую. Закрутили тесто с дольками яблок и формы. Быстро и просто. Лакомились угощением, посещали храм и просто наслаждались праздником. Среди гостей – туристы из Москвы. Путешествовали через Онежское озеро. Оказались здесь, в Вологде. И сразу на этот праздник? Не знали. Проезжали мимо. Очень нравится. Очень красиво, прекрасные люди. Замечательный монастырь. Приехали на праздник посмотреть, послушать. В храм сходили, посмотрели службу. Все прошло очень интересно. Праздник прекрасный. И погода не подвела. Воспоминания о яблочном спасе в гостеприимных прилуках остались на детских рисунках, развешанных в стиле фотосушки на прищепках и на многочисленных фото гостей.